выбирать при не клапанной фибрилляции новые или старые антикоагулянты варфарин или тот же добикатран или левых собак если у больного хорошо подбирается доза варфарина и он находится статистическое значение мануал стабильно нет никаких осложнений то переводить его на новые антикоагулянты ну не рекомендуется ну такая русская поговорка есть а добра добра не ищет есть подобрали то пусть идет на эту терапию если базовый диском для почек считается что альтернатива варфарина нет потому что новые препараты вы особенно добегатран имеет почечный клиренс очень высокий поэтому могут вызвать осложнение этих пациентов у пациентов близ клира с 5 лет 15-30 варфарин может быть назначен вы знаете что предприятие 15 вообще антикоагулянты здесь пероральные вообще не подходит нужно пациента лечить очень достаточность даже 20 повышения клира с критина на это время давать низкомолекулярный гепарин низких дозах еще при одной кратности введения предпочтение пациента вот предпочтение пациента кстати коллеги не дадут собрать во всех рекомендациях сейчас идут практически на первых местах вы должны пациенту объяснить вот есть такая терапия есть такая терапия вот это более дорогая это более дешевый здесь риски такие здесь риски иные и так далее тоже важный компонент если желудочные кровотечения бананы считают что варфарин надо выбрать а не новые антикоагулянты потому что лучше изучен в этом отношении но если есть сопутствующие какие-то препараты особенно ингибиторы стахрома 3 а4 публика протеина а варфарин не является субстратом вот этих соединений то соответственно выбираете варфарин и так выбор варфарина большинстве случаев идет сейчас к сожалению но других вариантов нет в россии очень часто применение новых антикоагулянтов прерывистая я сегодня рассказывал коллегам обычно пациенты приходят и говорят приведите меня на там сары почему я уже на дачу на 4 месяца не могу контролировать ману но препараты не требует контроля ману и подбора дозировок они время начинают принимать этот препарат такие денежки за него потом возвращается в москву после дачи и обратно их перевожу варфарин вот такой режим для более часто в россии используется потому что постоянно принимать эти препараты невозможность высокой стоимости лечения а государство пока не оплачивает этих препаратов российский стандарт лечения фибрилляции предсердий из новых антикоагуляций вашего богатого все других препаратов и так варфарин препарат с узким трикотическим окном что это такое еще раз объясню вот на этом графике я хочу чтобы его запомнили это достаточно хорошо видно вот это это как снижается риск ишемического инсульта при увеличении много когда мы назначаем парфорин посмотрите много снижается риск ишемического инсульта снижается до двушки 23 риск ишемического инсульта находится на самом низком уровне а как только наш пациент силу тех или причин попадает выше трех у него риск ишемического инсульта не увеличивается а увеличивается риск чего геморрадий в частности внутричерепного кровотечения вот он узкий терапевтический диапазон вот оно окно которым мы должны попасть как я вам расскажу помощь фарм генетик как это сделать ну чтобы так скажем молодые особенно врачи знаю что это не просто эфемерные какие-то больные и существующие или придуманы это вот пограть из личной практики к сожалению пациенты со сложнениями на фоне варфарин осложнения такие опасные виде кровотечений это подкожные разъяноя это с элементами даже некроза как правило таких пациентов всегда таких массивных спонтанных кровоизлияниях кожу всегда внутренние короче в этом случае было желудочно-кишечное краю не в этом случаи было кровохромание как правило кстати кровотечение у больных на варфаринь и бывают не просто так а опять же есть такая пословица где тонко там рвется то есть возникает должна быть некий фон для развития кровотечения при раке матурии наиболее часто рафарине развиваются пациентов страдающих мочекаменной болезни чем у пациентов которые не страдают мочекаменной болезни понятно или у пациента если есть какие заболевания желудочно-кишечного травм язвенная болезнь в анамнезе или геморрагический гастрит какой-нибудь да конечно же будет элементы желудочно-кишечного кровотечения на фоне этого препарата но опять же как правило прямо вот выше 3 и 4 кровотечение на фоне варфарина в среднем год и большие мало до 30 процентов большие это кровотечения в мозг и желудочно-кишечные малые это кровотечение износа обильные месячные спонтанных развеяния в кожу микрогематурия и тогда это мало короткий тут 30 процентов пациентов год испытают кровотечение поэтому больные должны все-таки знать о том что вот как действовать филе на штатов америки они очень стать рация это это цифры всего 60 процентов пациент с поверили сне пресердий получают антикоагулянты 60 процентов должны стол но именно благодаря этой цифре того что 60 процентов пациентов с ферляции пресердий получают эти как гулянты они добились снижение ишемических инсультов если посмотрите кривые ишемических инсультов они все идут вниз а в тех странах где антикоагулянт назначается плохо в этих странах ишемические инструкции вверх потому что не не нет соответствующих профилактического лечения кстати америка страдает у них всего 60 процентов населения пациентов которые нужно получать антикоагулянты за этого они почитали все же деньги приводит 20 миллиардов долларов это бюджет небольшого государства это с учетом прямых и непрямых расходов и так чувствительность парфорита как она распределяет вот это вот классическая гауссовская кривая вы видите частота популяции и доза варфарита условная картинка средняя дозировка 5 миллиграмм на который выходит на центр чтобы достигнуть теоретического значения много есть пациенты которым 15 миллиграмм не помогает а из пациенту которого которых меньше одного миллиграмма тут же улетает чрезмерный антикоагулянтный эффект как лечит варфарином россии по секрету вам расскажу и по секрету данный опубликован и так давно московская городская поликлиника обычно нерафинированная для населения москвичей анализ 1000 амбулаторный карп диагноз регуляция пресердий по час 2 2 балла и выше абсолютно показаний к профори назначен варфарин у больных с абсолютным показанием 501 процент из случаев уже неплохо я так подумал но по мере 60 раз 51 так плохо в общем-то хорошо когда прогрессировали как назначен стало все не очень хорошо потому что участие пациентов и достигнута целевые значения много другой части пациент вообще не получает никакого контроля то есть дали морфарин и отпустили что у них там смонова достигнута не достигнута 4 или полтора никому неизвестно и только 8 процентах случаев от всех кому нужен варфарин получили его правильно подобрали дозу находится практическом значении а значит то ишемические инсульты мы профортизируем у кого ну только у них вот эти кандидаты на инвалидизирующий смертельный инсульт ближайшие пять лет с очень большой вероятности а эти кандидаты на то же самое либо на геморраж в голову либо на желудочно-кишечное кровотечение потому что неизвестно как у них много и как они лечат этим самым профори конечно же нужны некие методы которые позволят упростить лечение этим препаратом и повысить число процентов которые правильно получают aparep и вот один из таких методов является фармакогенетическое тестирование фаггенетическое тестирование подразумевает выявление у больных определенные генетических особенностей 5 ганетические особенностиittä представляет собой полиморфизмы в генах такой полиморфизма opposite это изменения в нуклеативной последователи генов который приводит к изменение белки или изменю работы генов для того чтобы это изучать нужно знать какие же гены кандидаты как полиморфизм которых повлияет на ответ ну для этого нужно представлять фармакокинетику фармакодинамику варфарина но варфарин таблетка варфарина которую мы держим в руках это рациоматическая смесь rs изомер половина там с варфарина половина не помните то что процентическая смесь и так называемые хиральность молекулы одна и та же как круги только выглядит она по разному соответственно либо и право вращающийся варфарин и активность у них разно оказывается про вращающиеся изомер вообще не активен а с варфарина активен он как раз и блокируют витамин к и пактинный результат блокируют цикл витамина к и блокирует фактор синтез фактора свёртывания крови 2 7 10 10 где это происходит коллеги в каком органе правильно печени именно с варфарин метаболизируется цитахром 29 неактивных метаболитов поэтому генами кандидатами здесь два основных поступок это либо ген который кодирует стаку метаболизирующий варфарин либо ген который кодирует цитахром где-то кодирует молекулу вишени варфарина соответственно забегая вперед могу сказать что именно изменение в этих двух генах обуславливают подавляющее число генетически терминированных ответов на терапию эти два главных гена изменения в которых обуславливать индивидуальную чувствительность препарат чувствительность резистентность препарата обусловлено редкими мутациями в гене витамин к и пактинных таза которые пока мы смотреть не можем дан даже с помощью компания 3g может быть будущем можно это будет делать пока нет только на чувствительность можно смотреть оценку маронтин кумара не ставим действия ума нет бессмыска кумара в россии вот уже нет 2 года фенилин чем это болезируется мы вообще не знаю потому что не случался на этот предмет есть предположение опять же с помощью разных компьютерных программ нагревающих что там играет роль нет сторон 20 метаболизме а сокрома 1а 2 но препарата которому мало что знаем его особенности фарма кинетики и фармакодинамики силу того что он изучался тогда когда не было методологии изучения этим процессом и так 2 гена кандидата 100 хром 29 и витамин к айфоксидорезультазный комплекс как влияет ситахром 29 на гречину поддерживающие дозы варфарина но по этому поводу тоже проведен огромный метанализ шведский показано что один из аллейных вариантов этого гена это третий вариант который часто встречается нашей популяции снижает среднюю дозу варфарина подобранную ну где-то на процентов 30-40 причем если просуммировать все исследования это будет достоверное снижение в качестве хвостовского могу сказать что одно из исследований которое было взято шведом для метаанализа это следование собственное наше вот они его нашли проанализировали опубликовали что было в общем-то приятно видеть себя в списке вот этих всех фамилий российские исследования показывают что действительно определенные генетические особенности гене цитохрома 29 частности носительства 2-го и 3-го аллельного варианта она может быть гетеро или гомозиготное носительство то есть либо 1 задействовано либо 2 или что приводит к синтезу измененного фермента биотрансформации а также носительство аллеля а гена витамин к и просе редуктазы изменяет чувствительность к препаратам а значит эти пациенты с такими особенностями которые выявляют генетическую лабораторию сейчас в тригене это выявляется должны получать нестандартную дозу варфарин а какую-то другую и какую мы с вами посмотрим причем